Здравствуйте, дорогие друзья! День рукоделия можно отмечать каждый день, если в гости приходят такие замечательные люди. Разрешите представить, у нас в гостях Ольга Попова, народный мастер Пермского края, руководитель музея-студии текстильной куклы Пелагея. Да, верно. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, приветствую всех. Расскажите о вашей замечательной компании. Это артельные куклы, которым, собственно говоря, 100 лет уже. То есть это куклы, которые 20-30-е годы были изготовлены в многочисленных артелях, которые в Подмосковье, в Ленинграде, ну и в глубинке. В основном это, в общем-то, вот в Подмосковье. Они были сделаны на экспорт, продавались в торгсине за валюту и за золото. Даже есть такая история, что мама пришла в торгсин с девочкой, девочка очень захотела куклу, и мама отдала золотые сережки за нее. То есть практически все куколки уехали в то время у нас. Ну, это было до 40-х годов артельными куклами занимались, пока артели не прикрыли. И уехали все из страны Западной Европы и в Америку. Ну, в вашем музее они представлены, да? Да, в нашем музее 14 тысяч. Несколько экземпляров есть, персонажей экземпляров. Это же живые люди практически. Такие, да, уже возрастные. А это, я так понимаю, реплики. Да, это реплики. Да, это реплики. То есть мы разобрались в конструкциях артельной куклы. Она, в общем-то, казалась не очень такой сложной, но интересной. В основном, если вы хорошо посмотрите, у этих куколок мы увидим, что лицо из ткани. И все спрашивают, а что это такое, да? То есть она еще по-другому называется чулочная. Чулочница, да? А вот это рукодельница. Да, а здесь у нас, конечно, у нас день рукоделия, конечно, это рукодельница. А я думала, вот там еще травница. А это травница. Собственно, мастер-класс. Как ее, можно ли ее создать дома и насколько это тяжело? Конечно, можно. Я думаю, что это не тяжело. Сегодня я хочу вот о такой куколке речь вести, которую приятно подарить. Любой рукодельнице, ну и самой рукодельнице сделать для подарка кому-то. Вот уже у меня уже вот тут готовая. Работает. Вот она, видите, так, основа. Ну, понятно, что для этой основы, и что дальше-то? Для этой основы нужна головка. Вот отсюда я уже говорила, что много приемов взято из традиционной народной куклы. Вот как раз это узелковая техника, когда мы народную куклу изучали, у нас мастера уже прекрасно это тоже знают, что. Это головка, которой тоже можно тут ее использовать в этой куколке. Что мы делаем? Мы делаем вот таким образом, соединяем голову. Кстати, шейка должна быть 4 сантиметра, где-то вот так. Соединяем ее с основой. Следующий этап, который мы делаем в куколке, это лицо. Лицо у нас уже готовое. Это расписанная, так скажем, форма, покрытая тканью, расписанная форма лица. А следующий этап мы выкраиваем вот такую рубашку. Вот такую рубашку. Прошиваем, вернее, берем ткань 15 на 15. Вырезаем уголочки 4 на 4. Ну, вот можно так вырезать. Взять и вырезать, да? И сшиваем, выворачиваем и одеваем вот на эту нашу основу. После этого уже будем одевать юбочку. Такая замечательная у нас куколка получается. Ну, раз она рукодельница, ей, конечно, нужно что-то в руки дать. А что мы ей дадим? Ну, только какую-нибудь тряпочку интересную. Вот она, видите, пошла. Она, наверное, куда-то чего-то шить и делать. Вот так быстро можно соорудить эту куколку. Ничего сложного нет, я думаю. Особенно для тех, кто уже умеет. Значит, все просто на самом деле. Нужна основа, да. И это я повторяю, чтобы запомнить. Основа. Потом сделали узелковую голову. Потом ручки. Это проволока, обмотанная какой-то мягкой тряпочкой. Потом сшили рубашку, сделали куклеюбочку. И все самое красивое. То есть, что касается... Как это? Головного убора. Повойник. Да, повойник. Повойник. Под который прятались волосы все. Красота. Огромное спасибо, Ольга, за ваше творчество, за ваше бережное отношение к истории и культуре. Приходите к нам еще. И пусть ваше настроение, вот это и ваша игра в куклы, длится и длится. Куда прийти, все посмотреть. Благодарю за приглашение. Я тоже хочу вас пригласить к нам в музей. В общем-то, это ТОС Стахановский музей, находится в ТОС Стахановском, по городе Перми, по адресу Стахановская, 18. Спасибо. Ждем вас в гости.